Всем приветики! Сегодня я расскажу вам сказку на ночь про сказочных человечков. Когда-то они были обычными, но в жизни все чечет, все меняется. Изменились и Кнопик, Атош и Ники. Много бродили они по свету и нашли ту территорию, на которой почувствовали себя совсем по-другому. Итак, сказка «Сказочные человечки». Жили на свете три человечка – Кнопик, Атош и Ники. Они были не лучше, но и не хуже других. В делах умелые, в поступках смелые. И были они большими придумщиками. И придумали они однажды, что хорошо бы им попасть в какое-нибудь сказочное царство и стать сказочными человечками. А то обычными человечками быть им порядком надоело. Легко сказать, да трудно сделать. Как найти дорогу в сказочное царство, они не знали. И пошли, куда глаза глядят. И вот однажды, около одного старого неприметного болота, они увидели табличку «Фантастическое болото». Поначалу друзья очень обрадовались. «Это то, что надо?» – воскликнул Кнопик. «Мы хотели попасть в сказочное царство. Вот оно, пожалуйста!» «Фантастическое болото – это, скорее всего, то, что мы искали». Но радость друзей быстро смелилась тревогой. «Фантастическое болото – сказал Атош. Болото – это всегда опасно. Затянет – не выберешься». И еще раз все вдумав, Кнопик, Атош и Ники решили поискать другое сказочное царство. Долго шли они и вдруг увидели красочные постройки, которые были окружены высоким забором. Вскоре на калитке они увидели надпись «Чарующий город». «Чарующий город» – раздоволновался Атош. «Нам повезло, друзья. Сейчас мы окажемся в месте, где нас ждут настоящие чудесные приключения. Но вероника там дети выше взрослых, по дорогам ездят чудодейственные машины, и каждый может пригласить в гости дождь». Ну и тут друзья одолели сомнения. Попадешь за этот высокий забор, и так навсегда за ним и останешься. А вдруг это совсем не то, что им нужно? И пошли они дальше. Тропинка привела их на солнечную полянку. На полянке за столом, а им служил красивый пень, сидел усатый жук. Увидев трех друзей, усатый жук отсчитал три жетончика и отдал их Кнопику, Атошу и Нике. «Добро пожаловать, сказочный лес!» – сказал он. «Каждый жетончик – это пропуск в наше лесное сказочное царство». Друзья на мгновение задумались. Но им так надоели дальние дороги, что они решили осесть в сказочном лесу. А лес по-настоящему был сказочный. Деревья в нем были причудливой формы. Трава могла расти вверх, а могла и вниз. Цветы были таких диковинных оттенков, что я била в глазах. А главное – этот лес был наполнен музыкой. Причем было непонятно, откуда идут звуки. Казалось, что музыкальные звуки в сказочном лесу идут от каждого дерева, каждого куста, каждого цветочка. В сказочном лесу обычные человечки почувствовали себя настоящими сказочными человечками. Потому что сказка там была везде. По деревьям скакали сказочные белки, по земле ползали сказочные букашки, а по деревьям стучали сказочные дятлы. В этом необычном лесу человечки нашли себе работу. Кнопик, которому всегда нравилась музыка, начал писать мелодии для сказочного леса. Атош прокладывал в удивительном лесу новые тропинки, которые никогда не заканчивались. А Ники стал шить наряды для жителей сказочного леса. Это были наряды удивительных фасонов. Трое друзей стали жить в сказочном лесу. Они, как и хотели, стали сказочными человечками. А жетончики, по которым можно было не только войти в лес, но и выйти, они спрятали подальше. Зачем уходить, если нравится? Спокойной ночи.